На это накладывается криминализация и все прочее, и все начинает бурлить. Так в чем источник? В том, что плита снята в том, что советских смыслов нет, а новых нет. Тем более, этим гордятся, что их нет. Говорят, что это признак высокого прагматизма. Итак, в начале всего, всего того, что мы сейчас имеем, разгром смыслов, по руганию было подвергнуто все, чем мы гордились. И то, что составляло нашу идентичность, значит, была разгромлена эта идентичность. И, как говорят в таких случаях, рассыпаны все идентификационные поля. Процесс пошел. Затем возникли ельцинские реформы, породившие криминальный буржуазный класс эту раковую опухоль на теле страны. Теперь нам предлагают бороться с метастазами коррупции или чего-то еще там, криминальной государственности. Но ведь в основе всего лежит эта опухоль. Дальше процесс полетел под откос. И есть еще один пункт, который породил все то, что мы имеем. Вхождение в мировую цивилизацию. Иначе говоря, попытка предписать нашей историко-культурной личности стране под названием России все западные стандарты. Чем больше эти стандарты предписываются, а предписываются худшие из них, тщательно избегается осуществление тех стандартов, которые действительно составляют благо на Западе. Вот сейчас началась новая волна классовой борьбы. Борьбы за социальные права, за недопущение их растаптывания. Франция, другие европейские страны борются за это. Классика социальной борьбы возобновляется после, так сказать, десятилетия и десятилетия искусственного потребительского сна, порожденного тем, что Западу было необходимо каким-то образом корректировать свою политику в отношении трудящихся в связи с существованием СССР, социалистического лагеря. Теперь все отбрасывается. Так вот на Западе это происходит. У нас нет. Я могу бесконечно перечислять те западные нормы, которые нам не указ. На Западе ученые живут не так, как у нас, и не только ученые. Итак, классические западные нормы, которые могли бы еще каким-то образом стабилизировать ситуацию, вычеркиваются из списка западных рецептов. Остается вестернизация по периферийно-капиталистическим моделям, плюс неслыханная криминализация господствующего класса. Это все приводит к тому, что чем ближе мы соприкасаемся таким специфическим образом с Западом, тем больше рушимся. Теперь наши противники говорят, что надо смыслы добить, и это называется десоветизация, а мы говорим, что смыслы надо восстановить, и это называется ресоветизация. И в этом смысле мы находимся в диаметральном расхождении по этому вопросу. Наши противники говорят, что криминальной опухоли надо дать свободно расти, пожирая организм, а бороться надо, видите ли, с отдельными метастазами, порождая новые. Потому что ликвидация федеральных метастаз, в чем мы очень все сомневаемся, не может не породить региональных метастаз и не усилить их. Лозунг господина Удальцова «Мир, хижина, война дворцам» должен быть добавлен фразой «Мир, хижина, война всем дворцам» включает дворец Касьянова. Под чьим руководством все это осуществляется. Спектакль с далеко идущими последствиями. И так мы говорим об этой криминальной опухоли, о том, что целый период в 20 лет завершается, а нам говорят о том, что опухоль замечательная, и просто отдельные метастазы мешают ей свободно развиваться демократическим путем. Как мы видим, мы опять находимся в диаметрально противоположном направлении движения по отношению к тем, кто называется оранжевыми протестующими, кто говорит о том, что они отстаивают интересы всех протестующих. И, наконец, третье. Мы считаем, что чем ближе вот этим патологическим путем соприкасается наша историко-культурная личность с Западом, тем больше катастрофа. Она началась вхождением в мировую цивилизацию, как заявил Горбачев, и она продолжается перезагрузкой знаменитой. И чем ближе будет это соприкосновение, подчеркиваю, это патологическое, чудовищное соприкосновение, исполняемое по законам периферийной вестернизации, потому что других-то законов Запад предложить нам не может, осуществляемое в условиях чудовищной криминализации и колоссальной патологии процесса. Вот чем дальше в лес, тем больше дров. Наши противники говорят, что мы недостаточно вошли в западные стандарты, а мы говорим, что мы слишком сильно в них вошли. Они упрекают власть в том, что она препятствует абсолютному вхождению в западные стандарты, а мы говорим, что власть навязывает эти западные стандарты или не решается от них уйти. Мы говорим, либеральные реформы должны быть ампутированы. Либеральные реформы это гангрена, это вообще гангрена, а в условиях турбулентности это чудовищная гангрена, которая не может привести ни к чему, кроме как быстрому уничтожению всего организма, не только его властных наростов или как бы органов, но и всего организма в целом. В этом смысле есть два протеста. Наш и их. Это два диаметрально противоположных протеста. И чем сильнее будет гражданский протест, тем больше шансов, что захлебнется либеральный, разрушительный, оранжевый, пятиколонный протест. Протест этой пятой колонны, которая в условиях роста международной напряженности превращается просто в источник добивания России. Но вторым источником являются либеральные реформы. Новая волна либеральных реформ, исполняемая суицидальной властью, которая не может избавиться от вцепившегося в нее либерального партнера, которая уступает этому либеральному партнеру во имя какого-то бредового компромисса. В чем компромисс? Путин никогда уже не получит ни одного миллиграмма, ни одного микрона либеральной поддержки. Ради чего тогда нужны все эти жертвы на алтарь дружбы с системным либерализмом, с либеральным крылом Кремля? Что знаменует эти жертвы? Добивание страны, добивание власти, полный крах всего и вся? Ради чего? Ради того, чтобы порадовать либеральных партнеров? А что если партнеры понимают, что эти реформы, их новая волна может привести только к краху, и потому их навязывают в виде условия компромисса, что им нужен крах, что тогда? Ситуация очень ответственная. Она стала еще на порядок более ответственной после того, как начались тревожные и очень мощные сигналы о том, что может начаться обострение на Ближнем Востоке, что в Сирию могут вторгнуться. Не говори, по ком звонит колокол, он звонит по тебе. События на Ближнем Востоке не могут не затронуть нас, повторяю, а это значит, ситуация в целом обостряется. Что если кому-то казалось, что июль и август пройдут более или менее спокойно, то если сирийский конфликт развернется в полную мощь, то надо забыть об этом спокойствии. Надо понять, что оно носит сугубо иллюзорный характер, что либо мы сами вовремя проснемся, либо нас разбудит удар сапогом в лицо, удар в лицо сапогом иноземного оккупанта и местных хлоев полицаев оранжевой окраски, этих адептов перестройки два. Митинг, который должен состояться на площади революции, становится еще на порядок более актуальным. возникает ощущение, что мы шли на него, как бы предчувствуя, что события могут еще обостряться. И он должен стать только прологом этот митинг к оформлению широкого, повторяю, патриотического консервативного протеста, который должен двигаться в диаметрально противоположном направлении по отношению к протесту оранжево-либеральному, который тоже будет нарастать. Для того, чтобы успеть это оформить, надо торопиться. Еще раз призываю всех на митинг, который состоится в воскресенье в 16.00 на площади революции. На этом спецвыпуск завершен. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok